ребята всем привет с вами александр и у нас подводный мир южского периода да это у нас лептостеги гибрид последний водный который создался с лептоклей да и протостеги черепахи да давайте сейчас мы вспомним из кого он создавался вот в общем то наш лептоклейдушка да кстати у меня 40 лептоклейдушки нынче нет он был такой красивый такой яркий и протостега это нас супер редкая черепашка вот этот протостига на ну вот эти вот шипы собственно говоря и выдали нам еще за ту комбинацию которые в общем то и догадывался что это нас не будет архелон мое было такое основное мнение так ну что ж пришло время нам создать макси level наконец-то у себя в аккаунте уже тоже это могу сделать надеюсь еды хватит ну да хватит у нас лептостега не такая сильная то есть она не является соперником клеозавру наверное знак счастье или к сожалению наверно к счастью все таки потому что думки и зал и до сих пор не буду качать на максимальный уровень так это был стеги так вот так что будем сейчас делать так я думаю двумя двадцатыми 30 на сколько имеет 1500 на 945 по-моему это слабовато будет я сейчас тут зарубился блин я вот с этими турнирами ребят после последний бой у нас будут вот здесь этот буду одним эндораптором тащить ну почти одним в общем то я уже провел у таких вот супер сильных боев за последних два дня четыре по-моему я не знаю как я распетлял вот этими уже видите использовал еще всех это там амфибий использовал всех до единого у которых больше там двух тысяч пятьсот жизни да ну прикольно короче прикольно мне понравилось как бы разбираться с пахи голозаврами да так ну а сражаться мы будем вот здесь то есть и я представляю себе это сейчас они слабоваты 30-ая лептостега силы удара не хотя можно идти я думаю можно идти тогда мы даже сделаем сейчас две тридцатых и я не думаю нормально будет тащить справиться по крайней мере два боя проведем с участием наших сегодняшних героев давай давай и лаборатория генетики работай нам аватарчика нужно вывести ждете ребята аватарчика 2 так дунки это доказавр кстати блин жаль что не видно кто там а ну наверно тот же самый доказавр это скорее сюда по верхам там так вот так так ну живет пока что не особо много дам рыбешку но шустрая 2 и красиво нарисовано мне нравится раскраска и и панцирь да как у протостеги вот эти вот шипы это у нас 30 левел ребятки так что можем идти короче сражаться можем идти сражаться так как все существа рифовые рифовые твари и так давайте вот так вот так и вот так у нас тут телозавр наш дельчайший дымагер в этой игре да нам 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 смотрите блин а мы бедняжку лептостегу за один присест там дыма почему так получилось я чё-то рассчитывал на я рассчитывал на 3 водных были на ребятам ты выдал так сейчас мы еще тут давайте сольемся вообще не рассчитывал на дунг хеостея на пещерного так мы по крайней мере он все баллы потратил монозавр мы сильнейший он до этого разберет но с большим большим трудом блин а это печалька с ли сольемся чуть ли не доглядел это подстава блин еще этот про атаковал на 4 а на 3 вот это он какую-то ерунду сделал только что подарил нам наверное подарила победу ребята так но этот самый такой слабенький по житлу 4 атака на 3 я думаю мы за 5 пробьем так точно пробьем эллиптостега я в тебя верю 30 давай давай ого ну тут же полторушка вот это я понимаю 4 удара сверху и моя оказалось все даже очень изи получилось так это хорошо готовенько идем дальше так тогда риф давайте вот так потом мы пойдем создадим 40 и пойдем следующий бой но надеюсь она вам там пригодится пригодится или ну его баня давайте чем будем затягивать сейчас сейчас все еще сейчас это сделаем потому что не откладывать на 3 бой да не надо есть то что можно сделать во втором бою то бишь и вот это вот у клюв 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 да еще по поводу этого клюва клюв как у террор птицы так а ну давайте смотрим вот так вот ну немножко шипов добавилось как будет так от 30 я бы сказал что шибко отличается до клюв появился такой вот появились вот эти вот шипы наросты на плавниках и ну и на шее наверное так ну и вот максимальный уровень 2000 жизни 1337 то есть мало жизни но это у нас такой лютый дымагер получился ладно так ладно код 19 и идем дальше идем дальше нам тут еще есть где посражаться вот этот парнишка потом пойдет где мой лепто стега потом пойдет лепто стега она пробьет вот этого парнишку так гигантский арта кон у нас пойдет на мясо получается не вижу смысла его именно пускать на мясо давайте платозавра пустим на мясо нет пускать не пойдет все-таки надо пещерного брать геликус геликус опустим на корм про достиг кстати ну да клюв у нас тоже от про достиг и ой слабенькая какая слабенькая много жизни мало толку так ну что давай еще на 2 ах ты ж подлец вот этот курс смешно так упала два косаря силы удара раз два три и и чё делать ну давайте защищусь на три велика вероятность что про достиг и именно нас будет атаковать хотя нет не будет у нее довольно сильный удар но относительно нашего количества здоровичка ну на два всего лишь на 2 это нехорошо я за три и и не пробью на рискнули и победили все таки так ну 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 дальше у нас не просто у нас демагер кранозавру смотрите очень похоже показатель 137 уровень в принципе ого удар намного круче у кранозавра удар на 137 уровне так ну и до свидания нет 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 блин 33 калса вот это я вымочил заболтался ну ладно победим победим другим способом место ну это однозначно и была победа так что это ма маленький маленький блючок Так, вот тебя пускаем, потом Геннодуса пускаем и Бананича. Давайте к Диалу, я пришел побеждать. Так, Тили-Тили троллевали, это мы не проходили, это нам не задавали. Давайте сделаем немножко по-другому. Обезопасим себя. Перейдем на более высоко... Ну ладно. Четыре всего лишь он в защиту поставил, хух. Но опять же, проатковал на три гаденыш, не на четыре. Вот пахигалозавры атакуют всегда на максимум, на четыре. Ну, по крайней мере, первые два боя, которые я перед записью этой серии провел. Так, ну не знаю, я Геннодуса не защищаю, хотя, наверное, стоило, потому что Бананича-то очень мало жизни. Так, две черепашки, пять ударов, атака на все пять, отлично. Плоская черепашка проиграла. 5-800, но что ты будешь делать? Так, у него двушка, значит, раз-два, три, блин, и четыре поставлю. Один балл он перенес, да, получается. И я тогда все сделал правильно. Нет! Ну ладно, лишний балл тогда потратил. Ну, все равно, в принципе, все в итоге правильно получилось, да? Я что-то один балл еще ожидал. Ну ладно, нет, так нет. Разобрались. Так, еще один бой на предстоит. Так, и кто у нас здесь? Так, идет Артакантус, он подменится. Там пойдет Рома-Лео. Ну, можно взять Генодуса, такой, Генодуса, Дунклеозавра и Рома-Лео. Это, конечно, не самый такой оптимальный вариант. Вот, пещерная здесь повеселее, но, думаю, мы затащим. Тем более, мы сейчас Архелона откусим чуть вне половины. Так, Хайнозавр против... Не защищайся даже. Он не пробьет. А за три пробьет. Так... Давай попробуем. Пробили. Отлично. Ну, Архелона будет не так уж просто пробить. Нужно бить ему на три, на четыре балла. А у него всего лишь в пять. Ну, я атакую на три. Раз, два, он покойник. Три. Вот, не зря я его надкусил вначале. Очень помогло сейчас. Сэкономить баллы. Так, ну и там Рома-Лео порешает с Умоназавром. Они разберутся, кто круче. Ну вот, я даже вот так сделаю. Так, вот я хотел, чтобы именно вышло вот так. Чтобы была дуэль этих двух мелких, шустрых и хищников. Еще и суперудар. 28 косарей. Кто вам больше нравится? Ромалиозавр или Умоназавр? Или даже не так, наверное. Умоназавр или наш новый гибрид Лептостега. Потому что Умм уничтожит красиво выглядит. Наборчик изменения климата. О, Афиакодон. Да, такой тоже а-ля Демагер в стиле кронозавра. Ну, а точнее наоборот. То есть, это наш был один из самых первых. Так, мы сюда сейчас вернемся, ребята. Так, но сначала мы прочитаем про нашего гибридишку. Гибридишку. Вот так вот. Так, этот плезиозавр с хорошей броней. Питается ракушками и кальмарами. Такое себе. Лептостега означает тонкий покров. Такое имя отлично описывает это изящное существо с панцирем. Ну, пусть будет. Ладно. На поздних этапах эволюции панцирь лептостеги покрывается шипами, которые отпугивают хищников. Ну да, не позволяет его заглотить какому-то там... Ну, не мегалодону, а, например, там уже мозазавру его целиком. Потому что по размерам там не очень-то большая. Но это прикольно. Смотрите, такое у нас прям научное обоснование, да. Расшифровка с латыни прям нашего названия гибрида. Это приятно. Что вот так вот, как бы, хоть какую-то ему там предысторию продумывают. Передвигаться с тонким тяжелым панцирем крайне сложно. Но лептостеги помогает невероятно сильный хвост. Ну да, у нас на хвосте еще типа весло есть. И как будто бы там кто-то росписью написал. Как будто бы там текст. Какой-то стишок. Да. Ну, раз панцирь тут странно как-то пишут, что панцирь тонкий и тяжелый. Но она как-то не сочетается. Тонкий панцирь типа легкий, а толстый панцирь типа тяжелый. Ну ладно. Не будем придираться. И давайте-таки мы попытаемся сейчас порешать. Смотрите, у нас уже 25 баллов. Мы сейчас можем набрать 26. Но на самом деле здесь все тяжело, ребята. Как видите, сражаться мне неким особо. То есть я первого беру индоминуса. Потому что он в принципе два удара выдержит. Потом пойдет метапазавр. Ну, индоминус, потому что он как бы слабоват по демиджу. Но два удара выдерживает. Вот лучше его все-таки потратить. Других у меня кандидатур нет. Ну, вот примерно таким составом я прошел предыдущих две команды. То есть главное, чтобы последний динозавр, вот этот, убивал пахигалозавра за 4 удара. То есть не за 3, не за 5 точнее. Потому что если 5, это печалька была. В предыдущих боях у меня здесь стоял Юдон. И еще кто-то. И Индораптор 30 левела у меня тут стоял. Нет, там 5 тысяч жизней у него было. 20-й, 10-й даже, наверное, стоял. Да, вот 10-й. Короче, вот как-то так я это все вопросы решал. Но Индоминус у нас здесь сейчас будет в роли мяса. Ну, давайте сразу, наверное, на 3 балла будем переходить. Не будем затягивать. На 4 балл. Вот он сейчас уже, по идее, должен протакать. Вообще нам фартит, ребята. Мы его уже победили. С таким раскладом мы уже победили. Потому что Индораптор должен съесть двоих. А Амфибии одного. 4. Вот. То, о чем я говорил. Пофигалзавр. Атакует по полу. То есть он там не любит мелочиться. Это нам на руку. Ну, 2 500 это слабенький удар. Вот с таким ударом нужно бить целых 5 ударов. Давайте вот считать. 1, 2, 3, 4. Вот 16. Но это повезло, что я уже от него откусил. А так было бы не прикольно. Ну, Индораптор двоих съест. Это у меня уже по факту такой вот 12-й вот такой вот тяжелый бой. Так, ну я не буду рисковать. Я 100% сыграю. Буду постоянно держать 8 баллов на Индорапторе. У него демэдж намного больше. Потому как бы 5 ударов, 2, 5 нам прилетело. Ну что? Что ты будешь делать? Давай на все 4. Ты же похигалзавр. Ну ладно, на 3. 1 балл приберег. Ну а вот и тут вообще. Бью на 3. 2 ставлю в защиту и победа наша. 1, 2. Он покойник. 3. Если у него будет 5, то 3 удара. Блин, ладно, 3 поставлю. Ну, нам все равно не надо больше 4. Да нам и 3 балла хватит, наверное, у Индораптора. Наверное, и 3 будет достаточно. Молодчинка, что проатаковал. Он не стал затягивать. Вот за это я люблю похигалазавров. Они, ребята, дерзкие. А ну-ка, 1, 2, 3. Да, вообще за 3 пробиваю. Отлично. Это первый бой мне вообще 5 баллов еле насобирал. А потом уже было существо. Юдон был 40-й. Он уже за 4 удара справился. А этот парнишка вообще справился за 3 удара. И зарабатываем наши очки доверия. Ну, лептостека совсем не прожорливая. Съела всего лишь там какие-то миллионов 10. Ну что, ребятки, еще пара боев, 2 боя и мы в дамках. Так сказать. Так. О, отправим. И что, давайте заглянем вот сюда. Так, это неинтересно. Меня интересует все, за что можно рассчитаться обычными монетами. Ну, и в принципе, такие сделки мне тоже интересуют. Я всегда покупаю доллары, ребятки. Ну, и через полчасика обменяю, опять же, монетки на 100 баксов. Ну, так, еще, 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 еще не все. Еще сюда заглянуть. Нет, здесь ничего не появилось пока что. Ну, тогда все, ребятки. До скорых встреч. Не забывайте ставить лайки. И до скорых встреч. Еще раз.